Привет друзья! Недавно я снимал видео, в котором рассказывал новичкам про самые основы доты, что такое роли, как работает экономика и прочее в таком духе. Если вы всего этого не знаете, то обязательно посмотрите по ссылке в описании. Я считаю, на карантине это важная тема, так как многие игроки начинают играть прям с нуля в игры и в том числе и в доту, поэтому ближайшие несколько роликов я хочу посвятить новичкам. План такой, помимо сегодняшнего видео я хочу снять еще 5 недлинных выпусков по одному на каждую роль. В них я более подробно расскажу о том, какой геймплей на ролях и помогу даже выбрать себя героя. Я понимаю, что возможно моей аудитории не новичков, это может быть не слишком интересно, поэтому я постараюсь сделать все быстро, выпуская по одному ролику раз в день, два, рассчитывая на ваше понимание. А что касается сегодняшнего видео, то в нем я расскажу о том, как работает матчмейкинг в доте, как и когда стоит идти в рейтинговые игры, что такое порядочность, почему она важна, как работает система жетонов, лоу-приорити и прочие не геймплейные моменты. В целом, это видео будет полезно не только новичкам, но еще и тем, кто вернулся в игру после длинного перерыва. В общем, надеюсь, будет интересно, так что давайте перейдем к делу. Начнем с самого начала. Поднимать свой рейтинг — это мотивация играть для, пожалуй, процентов 95 дотеров, а другие 5% до этого просто еще не дошли. И знаете, в этом нет ничего плохого. Гоняясь за циферками, вы видите, как рассветят над собой, учитесь и становитесь лучше. Так что сразу отброшу вопрос, а зачем вообще рейтинг нужен? Он нужен, ведь без него любая игра на DSM за месяц может быть 2. Так что сразу перейдем к более практичным вопросам. А в первую очередь, как устроена сама рейтинговая система. В доте она довольно примитивная и довольно устаревшая. На странице вашего профиля вам пишут. Вот у вас такой-то ранг, к нему прилагается красивая медалька, звездочки. Но на самом деле все это просто пыль в глаза. Медальки сами по себе ничего не значат. Настоящий ваш рейтинг вот на этой странице. Здесь. Это ваш рейтинг и он указывается в цифрах. Медаль на главной странице лишь соответствует этой цифре. Грубо говоря, Divine 1 это примерно 4 900 рейтинга, а Divine 5 это примерно 5 400. Каждая новая звезда идет примерно через каждые 200 дни с рейтинга. И долго ли вам осталось до новой звезды показывается вот здесь, в процентах. В общем, все эти медали в целом не важны. Это лишь обложка. Важна та самая цифра. Так что поговорим о ней. Наибольшее количество игроков имеет примерно 2500-3000 рейтинга. Эта медаль герой 4 вроде. Так что именно эту отметку можно считать неким нулем. У вас 2500 рейтинга, вы самый обычный средний игрок. Ниже, вы хуже среднего. Выше, отлично. Но что значит этот средний уровень? Как играет обычный 2500 игрок в доту? На самом деле вопрос довольно глубокий. Я хотел бы снять в будущем отдельное видео о том, как играют люди на разных рейтингах. Сейчас скажу так. Средние 2500 игроки это ребята, которые не совсем понимают киберспортивность игры. Они хорошо разбираются в героях, предметах, знают темп игры, знают примерно, что нужно от ролей и прочие основы. Но при этом, в основном, они делают выборы по своим вкусам. То есть, играя на героя, которые нравятся, а не которые нужны в данной ситуации. Покупая предметы, которые нравятся, а не которые нужны. В общем, действия, которые они скорее привыкли делать, нежели те, которые наиболее эффективны для победы. При этом, конечно, на 2500 рейтинга не идет речь о командных взаимодействиях, о грамотных перемещениях по карте и о каком-то сверхсложном брожатии кнопок. В общем, к чему я это говорю. Выбраться с 2500 рейтинга для вас не будет большой проблемой, если вы захотите совершенствоваться в доте, будете слить за опытными игроками и прочувствуете логику игры. Поймете, что приводит вас к победе с большей вероятностью. Ну, другими словами, если вы будете стараться анализировать игру, а не просто нажимать кнопки, то уже, скорее всего, с 2500 вы подниметесь. Таким образом, к примеру, 4000 рейтинга это первая солидная отметка, которая не слишком зазорно похвастается, а 5000 рейтинга это для обычного игрока уже зачастую предел мечтаний. Да, сейчас, конечно, игроки с 6 и выше 1000 рейтинга начнут плеваться, мол, нашел предел мечтаний 5000 помойка, но у них там с высоких рангов своя система оценки, и в нее лучше не лезть. В общем, с примерным делением разобрались. 0-2000 рейтинга низкий уровень, 2500 средний уровень, 4000 продвинутый уровень, 5000 выше высокий уровень. Перейдем к вопросу о том, как получить доступ к рейтинговым играм. Вот вы зашли впервые в доту. На этом эндапе вам не доступны рейтинговые игры, только обычные. Чтобы открыть доступ к рейтинговым играм, вам нужно находиться непосредственно в игре 100 часов. Не в меню, а именно в матче. Иногда меньше, но это редкость. 100 часов — это примерно 150 игр. За сколько вы сыграете 150 игр, ну, посчитайте сами, думаю, это недели 2-3. В целом, это необходимая мера, чтобы вы могли влиться в игру, ведь как раз примерно после 150-го матча вы начинаете кое-как ориентироваться в доте. Для новичков это хорошо. Затем, в нейроэйтинговых матчах, в которые вам можно играть, есть несколько режимов. Самый популярный из них — это очевидный олдпик. В нем вы выбираете из всех героев, разве что в самом начале у вас не будут доступны самые сложные герои, но это к лучшему. Что касается других модов, то в целом они мало отличаются друг от друга. Их суть в том, как идет выбор героев. К примеру, в сингл-драфте вам дается всего 3 героя на выбор, а в рандом-драфте все выбирают из 50 случайных героев. В общем, в эти моды можно заглядывать, если вам совсем впадло самому искать себе героев, и вы просто хотите попробовать что-то рандомное. В остальном же они не нужны. Единственный важный мод здесь — это турбо. Вот его вам нужно запомнить. Суть турбо в том, что матчи в нем идут быстрее. У вас больше золота, больше опыта, башни подают быстрее. Если обычный олдпик длится 40 минут, то турбо идет 20. Этот мод идеален для тренировки микроскилла и, возможно, выбора предметов на своих героев. Сейчас поясню. Микроскил — это умение прожимать кнопки, муваться в драках, выбирать позицию и все остальное, что касается одного конкретного момента. Макроскил — это умение перемещаться по карте, правильно выбирать цели в игре, когда стоит пушить, когда фармить, когда убивать Рошана и так далее. В общем, все, что касается не одного конкретного момента, а игры в целом. И макроигру тренировать в турбо не получится, ведь там совсем другие тайминги и нет экономики. Деньги у вас будут всегда. А вот поднажимать скиллы, поучиться увереннее чувствовать себя в драках, поизучать предметы — это да. Турбо с этим справится, ведь игры там идут быстрее и драк больше, поэтому мод для этого идеален. Им вы будете пользоваться, но не с самого начала. Сыграйте сначала хотя бы игр 20-30 в обычном алпике, чтобы привыкнуть к тому, как идет игра. А уже после заходите время от времени в турбо и тренируйтесь нажимать кнопки на новых героях. И раз уж мы уже начали говорить о скилле и тренировке, я не могу обойти стороной ГОСУАИ. Он вам сильно поможет, причем даже если вы далеко не новичок. ГОСУАИ — это сервис, который всячески помогает улучшать свой уровень игры. К примеру, вы можете получить полный анализ своих игр на сайте по многим пунктам. Ну, допустим, кого вы фокусите в драке, какие предметы покупаете, сколько фармите, хорошо ли вы ластки идти, передвигаетесь по карте и так далее. ГОСУАИ, очевидно, с советами, как улучшать каждый подобный аспект игры. Все эти функции на сайте есть уже давно, но ГОСУ не стоит на месте. Недавно они выпустили первого в мире голосового помощника. Он будет помогать вам принимать правильные решения прямо во время игры. Помощник разрабатывался десятками специалистов и профессиональных игроков, так что это прям прорыв в сфере обучения. Переходите по моей ссылке в описании и с помощью моего промокода получайте три дня бесплатного премиум доступа ГОСУАИ, чтобы опробовать все функции. Поверьте, это суперполезно. Ну давайте вернемся к нашей теме с рейтингов. Несмотря на то, что первые 100 часов вы играете без рейтинга, он есть, просто скрытый. Грубо говоря, заходя в первую игру, вас кинет примерно на, ну, полторы тысячи рейтинга. То есть люди в этой игре будут либо совсем новички, как вы, либо ребята с полторы тысячи рейтинга на аккаунтах, которые зашли поиграть не в ранкет. Именно поэтому в первые игры вы, скорее всего, будете играть просто ужасно. Ведь вас закинет к тем, кто уже более-менее что-то умеет в игре. А может быть и вообще к ребятам с большим рейтингом, которые просто фанятся на новых аккаунтах. В общем, не смотрите на свои первые 2-3 игры. Они могут быть просто ужасными. Система после 2-3 игр начнет вас калибровать. Исходя из того, сколько вы убили или умерли, сколько урона унесли тверам и героям и прочих факторов, ваш скрытый рейтинг будет меняться. Поэтому, к примеру, опытные ребята, которые играют 20-0 против новичков на новых аккаунтах, сразу едут на более высокий рейтинг и будут сидеть там и играть друг с другом. А вы, если вы отыграли плохо первые матчи, уедете на более низкий рейтинг и, скорее всего, будете играть с равными себе. Поэтому не переживайте, на игру пятую и шестую все стабилизируется. Главное, не играйте пати с друзьями, которые уже давно в доте. Ведь тогда система скрытого рейтинга будет работать совсем странно и вас будет кидать на более-менее опытных противников с рейтинга вашего товарища. Первые 20-30 матчей лучше сыграть одному, возможно, под наблюдением друзей, а уже после играть в группе. Свой скрытый рейтинг вы можете отслеживать. Для этого нажим будет дотабаф. О нем я уже рассказывал. Это сайт со всей статистикой в доте. В настройках вот здесь включайте эту галочку, чтобы ваши данные были доступны сайту. И потом заходите на дотабаф, вбиваете свой ID отсюда в поиск, находите свой аккаунт и смотрите на лист игр. Под каждой игрой рано или поздно появится брекет вот здесь. Normal skill, high skill или very high skill. Normal skill — это скрытый рейтинг ниже 2800 рейтинга. Вот в идеале, чтобы вы на нем и играли. High skill — это 2800-3800 рейтинга. А very high skill — это все, что выше 3800. По первым играм 20 на аккаунте, скорее всего, и рассчитается ваш рейтинг. То есть, если у вас, к примеру, на 20 игре на аккаунте high skill, то, скорее всего, и к концу 100 часов у вас будет high skill. А значит, система вам даст 2800-3800 рейтинга. Но если вы совсем новичок, то это, скорее всего, будет normal skill и ниже, чем 2800 рейтинга. Не страшно, а скорее хорошо. Изначально ваш рейтинг будет ниже среднего, и это нормально. В любом случае, после 100 часов в нерейтинговых играх, вам нужно будет пройти 10 калибровочных игр в рейтинговом поиске. Там вы можете спросить у союзников, какой у них рейтинг, и понять, куда вы попали. Причем важно отметить, что сами 10 калибровочных игр мало на что влияют, несмотря на то, что они называются калибровочными. Если вы выиграете все 10 игр, то у вас будет примерно на 200 рейтинга больше, чем ваш скрытый рейтинг, а если проиграете, то на 200 рейтинга меньше. В общем, самое главное — это ваш скрытый рейтинг, то есть как вы провели первые 100 часов. Повторюсь, после первой калибровки в жизни у вас, скорее всего, будет 1000 рейтинга, и это не страшно. Я советую вам поиграть на эти 1000 рейтинга какое-то время, возможно месяц-два, поучиться доте, потом создать новый аккаунт, постараться получить хотя бы хайскилл в первых 20 играх, и откалиброваться на 2800-3800 рейтинга. Так поднимать рейтинг будет намного быстрее. Но все-таки самые первые игры лучше привести на своем низком рейтинге, так вам будет легче учиться. Идем дальше. Дота позиционирует себя как сезонная игра. Типа каждые полгода меняется сезон, и рейтинг обнуляется. Но на самом деле это полное вранье. Во-первых, сезон идет не полгода, а часто дольше, чуть ли не на месяц. От чего это зависит, непонятно, видимо, от желания разработчиков. Во-вторых, ваш рейтинг не обнуляется, а скрывается, и вас заставляют играть 10 калибровочных игр, как при первой калибровке после 100 часов. Вот только после 100 часов эти 10 игр ни на что не влияли, а сезонные 10 игр влияют. За них вы получаете примерно по 50 рейтинга за победу. То есть выиграли 10 игр, получили примерно плюс-плюс от рейтинга. В любом случае, это не обнуление, и просто раз в полгода у вас будет либо плюс 200 рейтинга, либо минус, в среднем. В общем, ничего критичного. Что ж, с рейтингом разобрались. Перейдем к ролевому поиску. Сразу говорю, что дота без ролевого поиска — это мертвая и ужасная игра. Играете без ролей, значит у вас в каждой игре кто-нибудь ссорится за мид или керри, кто-нибудь уходит в лес, и в общем все идет ужасно. Никогда не играйте не в ролевой матчмейкинг. Хотя, думаю, вы и сами это знаете, ведь первые 100 часов вы играли без ролей. В общем, только ролевой поиск. Да, при игре на корроле вы будете искать игру примерно минут 10, но это лучше, чем искать 2 минуты, а потом еще 40 минут играть в ужасной атмосфере. Поверьте. Ролевой поиск в доте немного замороченный, и работает такая система, что если вы, к примеру, много играете на миде или керри, но мало играете на саппорте, то система считает, что у вас меньше рейтинга на саппорте. Грубо говоря, у вас 3000 рейтинга, и вы стартуете поиск на саппорте. Система будет думать, что у вас не 3000 рейтинга, а примерно 2600, немного меньше. Не сильно много разницы. Так что не морочите себе голову вот этим пятиугольником, он ничего не значит. Просто знайте, что вы можете выставить себе роль, на которую вы хотите играть. При этом, если вы играете на корре, то есть мид, керри или оффлейн, то вам нужны будут жетоны для поиска. Как их получать? Есть два варианта. Первый, это время от времени играть на саппорте. Грубо говоря, поставили все роли, вам, скорее всего, достанется саппорт. И после такой игры со всеми ролями, вы получаете 4 жетона. То есть, сыграли одну на саппорте, потом 4 на своей роли. Это идеальная схема. Ведь так вы будете развиваться не только на одной роли, что даст вам больше понимания об игре. Второй вариант, это играть в группе с саппортом. Для этого вы можете ставить все, что угодно, к примеру, мид, а ваш тиммейт все роли. Тогда и ему, и вам достанется по 2 жетона. Если у вас пати из 3-х человек, и один из вас ставит все роли, то каждый получает по одному жетону. В общем, если у вас есть друг саппорт, то отлично. Играйте время от времени с ним, и у вас всегда будут жетоны. Затем, осталось 2 темы. Первая, порядочность. Она отображается вот здесь, и, честно говоря, не знаю, показывается ли она на новых аккаунтах. Вроде нет. Она появляется не сразу, а ближе к открытию рейтинговых игр. Могу ошибаться. Зачем она нужна? А затем, чтобы вы не портили другим игрокам игры. Порядочность супер важна. Если у вас меньше тысяч восьми порядочности, то все, игра становится другой. К примеру, на 6 тысяч порядочности почти в каждой игре кто-нибудь будет не играть. Например, ваш тиммейт после одной смерти разобьет все свои вещи и встанет АФК. Ну или у противников будет то же самое. Неважно. Главное, что играть уже невозможно и неинтересно. Поэтому порядочность нельзя опускать ни в коем случае. Опустили до 6 тысяч, все. Конец. Игр нормальных не будет. Как опускается порядочность? В первую очередь ливами. Если вы покинули игру до ее конца, при этом вы не первый ливнули, то есть никто до вас с игры не выходил, то это сразу примерно минус 1000 порядочности, а также бан на 30 минут поиска и лоу-приорити на одну игру. Следующий раз на 2 игры, потом на 3 и так до 5. Лоу-приорити означает, что вы можете играть только вне ранки игры, а именно в сингл-драфт, причем с ужасными людьми. До тех пор, пока не выиграете нужное количество игр. Сначала 1, потом 2, потом 3, ну потом 5. Одним словом, это тюрьма. И туда попадать вы явно не хотите. Также порядочность опускается репортами. Вы любите кричать на тиммейтов, или постоянно с кем-то спорите, вам будут кидать репорты, и порядочность будет падать. Так что лучше не быть токсиком. Причем, если вам будет давать много репортов, то вы также получите лоу-приорити. Оно дается не только за лив. Вернуть порядочность назад в разы труднее, чем ее сливать. Возвращается порядочность лайками. Каждые 20 игр обновляется статистика вот здесь. И если у вас в ней мало репортов, нет ливов и много лайков, то за 20 игр вы получите примерно плюс пару сотен порядочности. То есть за 1 лив не нас 1000 порядочности, а за 20 игр примерно плюс 200, если будете хорошим. Очевидно, легче всего поднимать порядочность в турбо, там игры идут быстрее. Просто заходите, хорошо играете, молчите, и в конце игры выпрашиваете лайки. Но даже так, на подъем 6000 порядочности до 10, уйдет неделя, а то и две. Не лучшее занятие. Поэтому, если вы вдруг обнаружили, что у вас мало порядочности, то либо заказывайте буст порядочности, либо покупайте новый аккаунт, либо отмывайте ее несколько недель. Это супер важно, и поверьте, играть с красными цифрами просто невозможно. Это другая дота. С этим разобрались. Ливать и таксичить нельзя, берегите свою порядочность. Последняя тема на сегодня это комьюнити. Я о ней уже снимал недавно видео, и советую его посмотреть. Сегодня же только предупрежу вас, что в доте и правда ужасная комьюнити, как все и говорят. Если вы раньше не играли в командные игры, то вас легко может отпугнуть грубость и злость ваших тиммейтов, да и противников. Да, это проблема, и с ней ничего не поделаешь. Постарайтесь сохранить себя в этой атмосфере, и не уподобляться другим людям. Никогда ни с кем не спорьте, и никогда никого не обвиняйте. Не ищите виноватых, и не отвечайте тем, кто считает вас виноватым. Как только видите любое проявление агрессии, просто мутьте игрока вот здесь, и все. Это очень полезная кнопка, и часто она будет вам нужна. И да, процентов 80 игроков в доте, всегда обвинят свою команду. Низкий рейтинг у них из-за плохих тиммейтов, проигрывают, потому что им рунят тиммейты, и не игра достаточно хорошо, умирают из-за команды, и прочее. Если вам когда-нибудь в будущем захочется винить команду или неудачный подбор игроков, то запомните, это всегда ошибка. Никогда не тратьте свои силы на то, чтобы поныть на тему, которая от вас не зависит. Ваша команда всегда будет рандомной, и винить рандом — это глупо. Тот, кто поднимает большие цифры рейтинга, тоже проходил через весь этот рандом, и плохих тиммейтов, и у него получалось выигрывать. Значит, и у вас получится. Никогда не ищите виноватых в команде, ведь это никак вас не развивает. Вместо этого найдите хоть одну свою микро-ошибку, и это в будущем даст вам больше рейтинга. А на сегодня у меня всё. В скором будущем сниму ещё несколько видео на более геймплейные темы, а именно про выбор героев и роли. Так что подписывайтесь на канал, чтобы всё это не пропустить. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр, и удачи. Субтитры подогнал «Симон»!